Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Спасибо, девчата. Стой! Стой! Стреляю! Стой! Беда! 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 Больницу тебе надо! Нет, за ними! За ними! Помрешь! За ними! Держись! Держись! Я в милицию звонить. Алло, милиция! Да, нападение на почту. Приграды 32. А, ждем. В общем, в милицию позвонил. Едем в больницу. Как-то вы сегодня не особо интересуетесь, какие у меня первые выводы. Занятно. Перечитываю статью о краже из Задельского музея полотна поцелуи Иуды. А, помню. Ну, так это же не так давно было, лет 10 назад. Картина Караваджи, по-моему, да? Ее же вернули. Угу. Нашли в Германии. Через подставного покупателя вышли на банду. Угу. И знаете, что интересно? В результате установили, что это вовсе не картина Караваджи, а копия другого художника, который написал ее лет примерно через 10 после смерти Караваджи. Ну, да. А вот не украли бы эту картину, мы бы так этого и не узнали. Да, но меня сейчас больше занимает разбойное нападение на инкассаторов. И почти никто не вдумался в содержание сюжета. Ну, сюжет библейский, известный. Да, известный. Иуда указал стражникам на Христа, поцеловав его. Коварство. Угу. И врагам помог. Ему было важно, чтобы подумали на кого угодно, только не на него. Вот эта картина. Видите, вот. Да, как-то я отвлекся. Ой, извините, не отвлекайтесь. Надо же, а? Очень хотел, чтобы на него не подумали. Ну, все, все, все. Читайте, читайте. Один выстрел в висок. Видимо, вплотную подпустил. Ну, на журнал читала. Наверное, улегся. Валентин Николаевич, здесь след. Убийца в кровь вступил, когда труп из машины вытаскивал. Гильзы нет? Нет, пока не обнаружили. О, нашел. Свет, иди сюда. Это она. ТТ. Это ты на глаз определила? Ну, можем у свидетелей уточнить. Он сказал, был пистолет. Одиночный выстрелный. Не очередь. Значит, ТТ. Понятно. Я на почту за конвертами заходил. Когда вышел, садился в машину, ну, вот и увидел. Что увидели? Двоих. Один был с пистолетом. Так, пистолет какой марки? Да откуда, я знаю. Одеты у вас что были? Одеты? Ну, один был в черной куртке, а второй в красной. И у них были такие шапочки спортивные. Один подбежал, выстрелил. Водителя вынес и бросил. А один инкассатор был на почте. Стой! Он успел выбежать и сделать выстрел. Стремяю! Эти начали отвечать. Попали ему в плечо. Он упал. Ну, вот, видите, кровища сколько, а? Опознать смогли бы? Ну, если вот увидел бы, да? То, может быть, да. Так, 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 так. Вам придется с нами проехать. Поможете нашим художникам фоторобот составить. Хорошо. Да, и спасибо вам. Все-таки жизнь инкассатора спасли. Ну, да, да. Ух, кровища-то сколько, а? Фух. Я с вами поеду в своей машине? Да, конечно. Дим, садись с товарищем, пойдешь. Ого, денег взяли в мешок. К концу дня в отделениях накапливалось много денег. Граждане переводы отправляли. А второго он не запомнил. Ну, что, ну, уже удача. Есть приметы по одежде и фоторобот. И одежда заметная. Красная куртка. Вы думаете, что это слишком заметно? А помните историю про грабителя в ковбойской шляпе? Ну, да. Шляпа такая яркая, что отвлекает внимание от лица. Лица никто не запоминает. Ну, тут фоторобот помог. Очень похожее лицо Ушаков видел на стенде в райотделе. Угу. Я вижу. Разыскивались двое. Ограбили магазин, угрожая ножом. Его, его рожа. Он ножом махал. К шее приставлял. А задохли, к деньги выгреб. Как раз у дочери моей день рождения был. Отмечать собирались. А я в милиции оказалась. То есть вы утверждаете, что человек, похожий на фоторобот, 17 ноября прошлого года совершил ограбление магазина, в котором вы работали, так? И его дружки. Считай, два месяца назад было. Пишать, откормлюсь, опрежу. А ты? 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 Ты что? Возди. Какой я тебе бандит? Ты что? Милиция! Спокойся! Бандит! Спокойся! А этого бандита вы отпустили. Он же с ними заходил. Спасибо. Вы нам очень помогли. Вы мне зубы не заговаривайте. Вы этого бандита словите, по голове ему настучите, он вам дружков всех и выдаст. Обязательно. Зайченко этот оказался не виноват. Ему просто предложили на троих. Он и согласился. Вот показания. На фоторобот он не похож, но проверить надо. Проверить надо обязательно. И нужно узнать, где он находился в момент ограбления. Если окажется, что он крутился где-то рядом, то это уже не случайность. Привези его сюда. Пусть на него Котов, свидетель ограбления почты, посмотрит. Вези. Гражданин Зайченко? Да, а что? Милиция. Стоять! Ай, руку отпусти! Спокойно! Тебе придется пройти со мной. Опять? Ладно, тогда таскали. Я в магазине был. А сейчас за что? Сейчас узнаешь. Дим, заводи. Гражданин Зайченко. Вы узнаете этого гражданина? Нет. Гражданин Котов. Вам знаком этот человек? Ну, может, и видел, когда... Ты кто такой, дядя? Все, на выход. Дима, забирай. Экспертиза волос – дело ненадежное. Мало ли их в машине может быть. Ну, да. Ты пока все проверишь. Компьютеров интернета не было. А сколько их гуляло по рукам? Да, и с войны могло у кого-нибудь заваляться. Тут, конечно, показания выжившего инкассатора много. Чего стоит. Посмотрите, там должен быть протокол его первого допроса. Так его только через неделю допросили. Видать, сильно его задело. Вхожу в почту. Возле машины никого нет. А тут выстрелы. Дальше что? Начал действовать по инструкции. Увидел убитого Ваську. Ну, напарника. Стал стрелять. Напарника вашего убили выстрелом в висок. Совсем близко подпустил убийцу. Видимо, зачитался. Зачитался? А что же он читал? Журнал «За рулем». «За рулем?» А где же он его взял? В машине не было. Как это не было, если я его собственными глазами видел? Все водители его читают. В 1928 году по инициативе известного журналиста Михаила Кольцова был создан журнал «За рулем» для популяризации автотранспорта и привлечения средств граждан для строительства дорог. В те годы личный автомобиль был настоящей роскошью. Им владели единицы. Среди них поэт Владимир Маяковский, который привез в страну Советов автомобиль Рено. Наверное, поэтому он и согласился в свое время публиковаться в журнале «За рулем». Журнал 60 лет оставался единственным в СССР изданием для автолюбителей. Несмотря на то, что к 80-му году тираж достиг почти 3,5 миллионов экземпляров, подписаться на журнал или купить его в киоске было трудно. Читатели особенно любили рубрику «Шоферская смекалка», в которой любой автомобилист мог поделиться с коллегами своими маленькими хитростями. Так был журнал или нет? Нет. Ну чего мне врать? Понятно, спасибо. Разберемся. Вы выздоравливайте. Если вы понадобитесь, то мы вас пригласим. Спасибо. Я уже почти здоров. Всего доброго. Всего доброго. Здравствуйте. Привет, Свет. Надеюсь, ты пришла чем-то меня обрадовать? Да, кое-что есть. Вот, журнал. Кровь, конечно, сильно испортила поверхность, но запись удалось остановить. Есть две буквы и две цифры. Так, подожди. Через косую линейку. Подожди, дай-ка запишу. СП или СН. Сейчас, сейчас, сейчас. И две цифры. 61 дробь 15. Ага. Так. Это же полгорода придется прошерстить. Все, что могу. Спасибо, Света. Пожалуйста. Так. Дима. Поедешь к почтальонам, а потом придется тебе побегать. Я записал. Ну что ж, волка ноги кормят. И опера. Но не каждый опер, Дима, волк. Нет, журнал этот не инкассаторов. Никто его действительно не видел. И по почте они его не получали. А давайте предположим, есть ли его брони или убийцы? Случайно или специально? Давайте рассмотрим оба варианта. Ну, хорошо. Предположим, случайно. Ну, хорошо, понятно. Значит, держал в руках. Тут стрельба. Суета. Выпал. Поднимать некогда. Что, убийца в одной руке пистолет держала, а в другой журнал? Ну, не знаю. Может быть, ждали машину, время коротали. А если бросили специально? Ну, а если бросили специально, то наверняка хотели натолкнуть следствие на какой-то ложный путь. На какой? Ну, первое, что приходит в голову, цифры, написанные на журнале. Это какой-нибудь сокращенный адрес. Вы не преувеличиваете умственные способности бандитов, а? Ну, возможно, возможно. Но в любом случае, зацепка ведь. Только вот почему... Почему у вас на столе журнал? Вы мне не намекали, что все дело в журнале? А картина? Поцелуи ему, да? Не знаю. В журнале «За рулем» живопись не печатали. В Краснодаре во время разбойного нападения на почту убит инкассатор Василий Малышев. Его напарник Николай Дуров ранен. Грабители похитили крупную сумму и захватили пистолет. На месте преступления обнаружили журнал «За рулем». Появилась версия. Малышев зачитался журналом. Поэтому и подпустил преступников так близко. Его убили выстрелом в висок. Но Дуров уверяет, в инкассаторской машине не было журнала. Возможно, его оставили на месте преступления грабители. Здравия желаю. Участковый Черепанов. Прибыл по поводу малько, проживающего на Ставропольской, 61. А, прошу. А это кто? Малышев Николаевич, здрасте. Адресок на журнале удалось установить. Вот товарищ участковый и знает, кто по нему проживает. Ага, понял. Ну-ну-ну-ну. Ну, так я говорю. Леонид Малько освободился три месяца назад. Сидел за драку. Три месяца назад вернулся. А если он три месяца назад только вернулся, кто журнал выписывал? Ну, так мать. У нее родня в городском полконе. Да и давно уже выписывает. А что про Малько сказать можете? Сволочь наглая. Малько, а ну дико сюда. Адресок на журнал ты не хочешь? Кто-то тебя возьмет в судимости. Ну, что они возьмут туда, пойду на ремонтный, где танки ремонтируют. Ты не ядец. Обидно говорите. Заявление зарегистрировано, рассматривают в отделе кадров. Ну, как устроишься справочку, принесешь мне? Покеда, шериф. Сучонок. Ну, так в итоге на работу устроился? Сторожем в детском садике. Но до отсидки работал автослесарем. Говорят, по этому делу у него руки золотые. Так. А фоторобот похож? Очень. Как с него делали? Да, я, кстати, узнавал. Куртка красная у него есть. А коль и так, Дима, то тебе и карты в руки. Вези сюда этого малька с золотыми руками. Понял. Мой сын встал на путь исправления. Мальчик ошибся, но взял себя в руки. Молодец. Ну, а где он сейчас исправляется? Поехал в гости к любимой девушке. А где живет, помните? В Армавире. Угу. Не ближний свет. А адрес подскажете? Адреса не знаю. Ну, постарайтесь вспомнить. Я же сказала, адреса не знаю. Ну, а хотя бы имя будущей невестки вы помните? Алла. А что вам имя? Красивое. Ну, все складывается. Получается, инкассатора в ограбили 15 января. А на следующий день с деньгами мальку уехал красоваться перед дамой сердца. Ну, сидел-то он за драку, а тут разбой, убийство из-за огнестрельного оружия. Откуда пистолет-то взялся? Да я думаю, что в криминальном мире это небольшая проблема. Ну, это не снимает вопроса, где он его взял. Ну, не снимает. Гражданин Малько. Положи, где взял. Алка, а таз! Сидеть! Паскуда, а! Откуда деньги, малько? Заработал. Заработал? Ты же недавно устроился. Или аванс получил. Да зарплата сторожа рублей 70, не больше. Это мои деньги. Это я их дала Ленчику. Так. Значит, за свой счет кавалера кормить. Поехали. И на обувь твою посмотрим, и на волосы посмотрим. Уводи. Куртка где? Пошли. Пошли. Валентин Николаевич, там волос точно не его. Так на летчиков же двое было? Двое. По-вашему, у меня что, склероз? Я все помню, там еще вопрос с обувью был. Какие вопросы? Размер его? Его. Носки тупые. Валентин Николаевич, тупые у вас тоже носки. Понятно. Устроим ему опознание. Может, и не понадобятся никакие результаты экспертизы. Все, Свет, работай. Ну что, товарищи, все готовы? Гражданин Котов, вы узнаете кого-нибудь из этих мужчин? Ну, вот он был с пистолетом. Вот только куртка на нем была красная. Так. Дим, а ну-ка достань. Аккуратно! Ты че? Такая? Да. Отлично. Товарищи понятые, прошу подписать протокол. Э? Какой протокол? Так, все свободны, кроме тебя. Э, с каким пистолетом? Стоять. С каким пистолетом? У меня волыны сроду не было. Молчать, Малько. Шалимову приглашай. Здрасте. Он! Эта сволочь у меня в магазине сожом кидалась. В ноябре забыл? У дождя день рождения, а он... Тихо, 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 тихо. Что, тетя Рыбни, все прирежу? А ты, 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 ты... Что? Бандит! Какой я тебе бандит? Ты че? Милиция! Спокойся! Бандит! Спокойся! Руки не распускайте. Выводи. Он же меня убить хотел! Дим, выводи! Сядь сюда. Сюда, сядь! Так, Малько. У меня к тебе теперь только два вопроса. Где пистолеты и где твой подельник? Какой пистолет? Какой подельник? Два ТТшника. Один, которым ты инкассатора убил, второй, который у него забрал. Так где они? Гражданин начальник, не было волыны. Не мочил никого. Жал, а да. Полгрожал этой бабе в магазине ножом. И не резал бы ее. Так, на бздо проверил. Я не мокрушник. То есть, если я правильно тебя понимаю, то нападение 17 ноября прошлого года на магазин ты не отрицаешь? Не отрицаю. Разумная линия поведения. Признать разбойное нападение и отрицать убийство. С кем магазин брал? Там, в общем, так было. Выпил. Быстрее давай! Выпил, встретил пацана какого-то. Он меня зафалафал на дело. Этого ты тоже не помнишь? Можете не верить. Что сделали после ограбления? Деньгами поделились и разбежались. Так, с магазином понятно. Возвращаемся к почте убитому инкассатору. Ты видел мужчину, который тебя опознал? Нет. Интересно, откуда он тебя знает? И куртку твою красную. Ну, откуда я знаю? Ну, ума не приложу. А вдруг его подговорил кто на меня сказать, а? Кто? Я не вас имею в виду. Может, другой кто-то. Вас что-то смущает? Это малько этот. Убить человека выстрелом в висок, отстреливаться. Не каждый на это способен. Хладнокровие ноль. Но ведь его опознал человек, который спас жизнь инкассатору. И уверенно опознал. Вот эта уверенность и смущает. Перестрелка на улице. Шок. На его глазах убили человека. Хотя, с другой стороны, красная куртка. Знаете, в то время разнообразия в расцветках не было. Лови, лови. Откресай. Ребят, вы чего? Что, Петров? Попутали что-то, а? Добегался. Допрыгался. Забежай. Отлично. Сразу сюда его увезите. Все, отбой. Ну что, малько, взяли мы твоего дружка? Какого дружка? Петрова. Кого? Так ты мне театр этот здесь брось. Сам расскажешь, где вы были 15 января с пяти до шести вечера. Или его подождем? Гражданин начальник, я же говорю. Бухали с утра. В автобусе на Армавире очухался на следующее утро уже. Нет, черта с два ты угадал. Ты мне тут на водку все не спишешь. Вот сейчас правда. Бухали с утра. А это что? Журнал. Журнал. Адрес на нем твой, хоть и плохо заметный. А нашли его на месте убийства инкассатора. Что ты на это скажешь? Это не мой. Мои подшиты. Гражданин начальник, я сам подшивал. И мать подшивала, пока сидел. Это не мой. Пойдите у меня дома, посмотрите. Посмотрим. Води. Садя. Еще журналы в доме есть? Это все. Вам мало? Нет, мне достаточно. Товарищ майор, вот этот журнал. Буквы и цифры те же, но написаны и расположены по-другому. Вижу. Вы почтальона давно знаете? Почтальона? Ну, которые письма журналы вам приносят. А, ну да. Баба Маруся. Она тут лет 30 уже работает. Так, журналы мы изымаем. Да плевать мне на журнал. Вы и Леньку отпустите. Он после отсидки... Да помним и помним. Стал на путь исправления. Ваш сын под следствием. Так, забирай все. Пошли. Специально поближе к корешку пишу, чтобы не оторвали. Ну, есть такие, что из ящика вытаскивают. А, значит, вы улицу и номер дома пишете вот здесь вот, да? Это не я писала, Андайки. А я что говорила? Вот, смотрите, кто-то сзади кусок обложки оборвал с адресом. А что, бывает, адресы здесь пишут? Ну, нравится кому-то. Удобнее так. Но здесь уже адрес не прочитать. Спасибо, вы нам очень помогли. Вы свободны. Так, Дим, бери журнал, включай форсаж и дуй к эксперту. Адресок поискать? За сообразительность пять. Пускай Света поколдует, тебя жду с результатом. Понял? В 60-е и 70-е годы почту в СССР приносили шесть раз в неделю и два раза в день. Соответственно, дважды в день машины доставляли ее в отделение связи, откуда почтальоны разносили корреспонденцию адресатам. В понедельник газеты не выходили. К концу 70-х в стране насчитывалось семь с половиной тысяч газет общим тиражом свыше 150 миллионов экземпляров. На праздники сумки почтальонов были набиты поздравительными открытками. Доход почты от продажи конвертов и марок был небольшим, но суммы в отделении иногда скапливались значительные. За счет денежных переводов, отправляемых гражданами или ждущих получателей. Инкассатор получал от начальника почтового отделения опечатанную сумочку, которую уже в машине прятали в большой мешок. Валентин Николаевич. О, привет, Свет. Ты как раз к чаю. А у меня адрес есть. Да ты что? Вы как, запишите или вам продиктовать? Не-не-не, я сам. Сам, сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Слушаю. А что, уже чай отменяется? Все, Свет, сдаюсь. Ладно, пишите. Улица Котовского, дом 54, квартира 12. Дом 4, 12. Слушай, а как же это тебе удалось выяснить? А там шариковая ручка писали. Очень сильным нажимом. А я и не заметил. Ну, не вы же эксперт, а я. Спасибо, Свет. Дима. Установи адресат. Я запомнил. Так, а чай, Светлана Викторовна, будет с ушками? Ну, вот он, Сергей Храпченко, студент. Живет по этому адресу. Вы только посмотрите. Ничего общего с фотороботом нет. Даже отдаленно. Но проверить, знаком ли он с Малькой и Петровым, должны были? Должны были. А вот, смотрите, его мать работает в охране гаража инкассаторских машин. Ага, ну и какие мысли? Предполагаю, что у Храпченко и Малько есть общий знакомый. И это он оборвал настоящий адрес и написал адрес Малько, чтобы его подставить. Красиво. Угу. Ну, не могли же они не почувствовать, а? Кто и что? Оперативники не могли не почувствовать, что их ведут. Финт с журналом, он очень явный. Молодец. Это журнал студента Сергея Храпченко. Ты знаешь такого? Знаю. Не заставляй меня клещами из тебя вытягивать. Откуда знаешь? Да в футбол вместе играли на пустыре. Общие знакомые кто? Да пацаны из команды. Но это еще до моей оттенки было. Зачем вам это? Я тебя про сейчас спрашиваю. Давно его видел? Так я же говорю, гражданин начальник. 15 января бухали вместе. Водку этот Храпченко принес. Много. Угостил. Из чего такая щедрость? А меня когда угощают, я не спрашиваю. Просто пил. Дальше не помню. Води давай. Так, Дим, давай включим логику. Давайте включим. Включил? Поехали. 15 января студент Храпченко приходит к Малько и спаивает его. Так. Потом на месте убийства инкассаторов обнаруживается журнал с адресом Малько. Адрес подделан. Так, подождите. Этот Храпченко берет свой журнал, отрывает свой адрес и пишет адрес Малько. Спаивает его. Ты помнишь, что Малько про куртку сказал? Возвращаемся к почте убитому инкассатору. Ты видел мужчину, который тебя опознал? Нет. Интересно, откуда он тебя знает? И куртку твою красную. Ну, откуда я знаю? Ну, ума не приложу. А вдруг его подговорил, кто на меня сказать, а? Кто? Я не вас имею в виду. Может, другой кто-то. Подговорил его сказать. Слушай, может быть, такой умный у нас как раз-таки этот студент Храпченко? Да ну ладно, вы из него прям какого-то криминального гения делаете. А пистолет откуда? А мать у него где работает? Забыл? Ты же сам говорил. Вооруженная охрана. Охраняет автопаркинг ассаторов. Ну, ехать туда надо. Ну, так поехали. Спасибо, Максим. На здоровье. Здравствуйте. Здравствуйте. Тетенька, а есть еще пирожки? А как же? А с чем? С капустой, творогом, с яйцом. А какие самые вкусные? Да все. Служивый? А пирожки с чем вкуснее? Не положено разговаривать. Что, сложно сказать, что ли? С капустой берите. Нам два с капустой. 40 копеек. Ну, дороговато. Как пирожные. Так качество. Как для себя пекло. Так. Отличный. Вкусно. Так добирайте, четыре осталось. Сейчас возьмем. А что-то мы раньше вас здесь не видели. Ну, как же я тут все время хожу. Такие пирожки обязан попробовать каждый. Дайте еще два. Покупают, не жалуюсь. А женщины берут? Или им гордость не позволяет? Ой, гордость. Олька, которая вот сменщица Жорика на вышке, она не берет. Экономит. Она одиночка. У нее сын студент, она его тянет. А если же не берет, откуда вы про нее все знаете? Ну, так как, еду, остановилась, поговорили. Я о своем внуке, она о сыне. Ну да, чем на вышке заняться-то? Разговором хоть согреться можно, да? Хотя, она меня очень сильно недавно обидела. Недели две назад где-то. Оля, привет. Как там твой студент? Стипендию получил? Баба Сима, давай-давай отсюда. Сейчас начальник придет. Ты чего, первый раз, что ли? Ну ты даешь. Давай я тебе пирожочко дам. Бесплатно. Баба Сима, кому сказала? Иди отсюда. Суровая цаца. Так вы что же, пирожки еще и бесплатно тут раздаете? Да какое там бесплатно? Он ломанный был. Она, дура, не взяла. В Краснодаре во время разбойного нападения на почту убит инкассатор Василий Малышев. Его напарник Николай Дуров ранен. Грабители похитили крупную сумму и захватили пистолет. На месте преступления обнаружили журнал «За рулем». Его оставили грабители. Под подозрение попадают студент Сергей Храбченко и его мать Ольга. Женщина работает в охране гаража инкассаторских машин. Оперативники отправились туда. А скажите, а веревочка у вас тут постоянно висит? Постоянно, постоянно. Но на здоровье. Спасибо, спасибо, до свидания. Спасибо, осторожно. До свидания. Надо посмотреть журнал дежурства. Так себе, пирожки. Вроде вкусно. Оружие выдается под личную ответственность начальника караула. Мою, значит, ответственность. Какая марка? Преимущественно ТТ. Караул за столом. Все друг дружку видят. Чистим оружие. Уходим на смену. После смены снова чистим оружие. Патроны под счет. И в шкаф. Каждый расписывается. Понятно. Можно в журночек посмотрю? И пригласите, пожалуйста, сюда Ольгу Храбченко. Есть. Дим, смотри. В этот день она заступила на сутки. Вижу. И на бабу Симу нагремела. Может, потому она... Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший оперуполномоченный Ушаков. Нам нужно с вами поговорить о вашем сыне. Что случилось? Мы задержали двух граждан. Малько и Петрова. Вы знаете их? Знаю. Мерзавцы. Говорила, сыну с ними не водиться. Да? А ваш сын их водкой поет. Вы в курсе? Глупости. Кто вам сказал? Малько. Уголовника слушайте. В общем, скажите, пожалуйста, где был ваш сын 15-го числа в понедельник? Я в карауле была. Скорее всего, в библиотеке. Сисе. Да, веревочка, веревочка. Интересно, правда? Да. С ее помощью на вышку можно не только пирожки поднять. То есть, откуда пистолет вы поняли? Ну, мне кажется так. Мать спустила сына ТТ. Он в группе совершил нападение на инкассаторов. Угу. Подбросил журнал с адресом Малько. Малько в это время был пьян. Ну, и обратным путем по веревочке пистолет на вышку. А мать сдала его в оружейку. Все стройно. Но есть два вопроса. Так. Ну, вы не верили, что преступление мог совершить судимый Малько. Почему вы решили, что это мог сделать тихий студент? Резонно. И потом мать. Почему она на такое пошла? Риск огромный. Инкассаторы вооружены. Сговор с сыном в нормальной семье. Ну, и фоторобот на студента не похож. Да? Но ведь был этот второй. И что? Я думаю, разгадка в этом втором. Господи, стыд-то какой. Скажите, что ищете? Деньги. Валентий Николаевич. Товарищи понятые. Прошу. Ольга Храпченко. Откуда деньги? Мои. Заработанные. Двадцать лет копейка копеечки собирала. Да что вы говорите. Значит, информирую. ТТшник ваш на баллистической экспертизе. И результаты, я думаю, никого не удивят. Так, ребят, работаем, работаем. Волос в машине. Сергея Храпченко однозначно. А вот след ботинок не... Не тухой, значит, отпечаток. Не тупой. Валентин Николаевич, можно? Котов? Идите сюда. Узнаете ли вы кого-нибудь из этих граждан? Из этих никого. Ясно. Пошли. Вот доказательства того, что ваш сын находился в машине инкассаторов. Это результаты баллистической экспертизы. Доказано, что стреляли из вашего пистолета. Это я во всем виновата. Сергей не хотел. Я вам все расскажу. Не вас слушаю? Обманули его. Я ему дала пистолет без патронов. Зачем? У него возле института деньги отбирали. Попугать. Сказал, что через час вернет. Бандиты у него пистолет отобрали. У них были патроны. Инкассаторов расстреляли. Сергей испугался. А почему он сразу в милицию не пришел? И самое главное, зачем вы ему пистолет дали? Он их не знал. Я ведь его сама растила. Меня мать тоже без отца поднимала. Никогда в жизни она бы мне пистолет в руки не дала. Я сама во всем виновата. Не подумала. Он прибежал, весь трясется. Тот бандит людей убил. Пистолет мне передал. Никто ничего не увидел. В общем, ни одного слова не верю. История как в кино. Но когда напишете, будет дача ложных показаний. Пишите. Только очень хорошо подумайте. Знает она, конечно, того, кто стрелял. И тоже выгораживает? Ну что, одинокая женщина. Ага. Вот оно что. Установили номер телефона, по которому она чаще всего звонила. Да. Да. Валентин Николаевич. Валентин Николаевич. Установили. Вот. Один к одному. Думаете, не успела предупредить? Будем надеяться. Добрый день. Да, Ушаков. Мы с вами друг друга уже по голосу узнаем. Вы не могли бы заехать к нам буквально на пару минут подписать один протокол? Уезжайте. А надолго? Нет, ничего срочного. Приедете и уже подпишете. Угу. Ну все, счастливого пути. Опергруппу, быстро! Сынок, уходи. Котов? Котов, стой! Лежать! Лежать! Оставлено отпечатком обуви гражданина Котова Д.И. Вашего сына. пистолет, которым убили одного инкассатора и ранили другого. Оружие, закрепленное за Ольгой Храпченко. Ну что? Устроим вам снялочную ставку. Дим, заводи. Ольга Храпченко. Вам знаком этот гражданин? Нет. Гражданин Котов. Вы узнаете эту гражданку? Да. Это Оля. Оля? Да. Давно знаком. Ее сын Сергей, мой сын. Он знал об этом? Думаю, догадывался. Я ему хотел сказать об этом. Когда в другой город уедем. Теперь уедете. Гражданка Храпченко. Вы подтверждаете слова гражданина Котова? Да. Сережа и его сын. Игорь был женат. У него был ребенок. Мы расстались. Мало того, что он из своего сына бандита сделал. Так вы хотели, чтобы он еще и Сергей... Надо будет, прочитаю. При каких обстоятельствах возник план ограбления инкассаторов? Случайно. Эти пьяные севки. Сергею все рассказали, как они в магазин брали. Ну вот, пьяные, ну, может, правда. Ну, смотри, буду звать с собой, не иди. Я не собираюсь. Правильно. Ну, дружбу поддерживай. Пригодится. По мелочи брать, дело дурное. А вот если с умом, то на полжизни хватит. Как минимум в Сочи. Да ладно, Олечка, расслабься. Вместе, вместе в Сочи. Ну, я увидел Сергея журнал с машинами. Ну, и придумал, как на них вывезти. Так, ну, с журналом все понятно. Кто вывел вас именно на это почтовое отделение? Ольга Храбченко? Я сам придумал. Врешь. Сам. Сергей отправил туда, чтобы он там четыре дня пошарился. Посмотрел, чтобы вычислить график приезда машин. Допустим, спланировали все сами. Полностью. Ольга тут ни в чем не виноват. Какая трогательная забота. Оружие как достали? Ольга заступила на дежурство на вышку. Я стоял за углом. Сергей подошел к вышке, она скинула. Потом сели машину, да уехали. Университет. Ольга. Ольга. Кто стрелял? Дмитрий. Сергей, руки тряслись. А как вы так сделали, что потерявший бдительность инкассатор пропустил практически вплотную вашего сына? Я вышел с почты. Спасибо, девчатки. Подошел к машине, резко хлопнул дверью. Но инкассатор на меня отвлекся. Тут Дима и подлетел. Одной пули хватило. Стой! 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 Вы допропорядочный гражданин. Спасли жизнь инкассатора. Да, спас. Если бы не я, он бы о потере крови загнулся бы. И фоторобот помогли составить. Одно лицо Смалько, которое здесь никоим боком. Да, постраховался. Сергей мне его показал. Все предусмотрел. Ладно, свою жизнь псу под хвост пустили. Сын старший уже два раза сидел. Но младшему на кой черт такой мешок добра? Гошенька, ты же не хотел, правда? Гошенька, ты же для Сереженьки только добра хотел. Гошенька, любимый. Поцелуй Иуды, как вы и сказали. Не хотел, чтобы на него подумали. Поэтому не просто пальцем указал, а поцеловал. Они все считали, что доказывает свою любовь. Но эта любовь была больше похожа на предательство. Их судьбу знаете? Жива только мать. Ее судьба, думаю, вам понятна. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Алла! Алла, вы дома? Чего грюкаешь? Спит, небось. Разбудишь, воню не оберешься. У меня назначено. Никто не открывает. Может, ей плохо? Это другим от нее плохо. Слышите? Это не из дома. Это оттуда. Да, точно. Странно. Пойдем глянем. Голос вроде женский. Не пойму, откуда. Что это? Это что, могила? Что ж ты нежная такая? Добро пожаловать. Ведьма. 1981 год. Одесса. Заживо закопана в землю Алла Маковей. Но до приезда скорой она не дотянула. Да. Врачи констатировали смерть. А Маковей Алла у нас с кем работала? Пенсионерка. В 33 года? Угу. По инвалидности вышла. Но без дела не сидела. У вас там показания соседей есть. К ней постоянно приходили незнакомцы и местные и днем, и ночью. Что-то не верится. Во что вам не верится? Что к ней часто люди ходили. Ну, смотрите. Яму выкопали посреди огорода. Зимой. И никто не заметил. Так яму была вырыта. Убийца просто положил тело и присыпал, чем смог. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Ириша. Здравствуйте, Лацепкин. Здравствуйте. Ну, что тут у тебя? Ой, кошмар. Значит так. На запястьях и лодыжках полосы связывали. Под ногтями судранная кожа. Скорее всего, сопротивлялась. И еще... Ой, ты же говоришь страшно. Ну, говори уже, не томи. Ожог. Ожог. Похуй. Вы участковый. Он самый. Здравия желаю, товарищ следователь. А что это у вас за... страсти такие на участке, а? Да что тут скажешь. Виноват. Не доглядел. Не доглядел? А у вас на участке всегда... Сделаем! Ладно, Сергеевна. Там эти двое, которые труп нашли, в себя пришли. Поговорить не хотите? Что? Ничего. Очень хочу. Мы с участковым, а ты займись дверью. Будем вскрывать, тянуть нечего. Сделаем. Ирка, привет. Привет. Что, голая? Покажешь? Ты дурак? Иди отсюда. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Ананг. Вы ее нашли? Правдин Максим Ильич. Живет тут же. У них спокойно и дом разделен. А вы? Гражданка Бронеско. Жанна. Вы тоже тут живете? Нет, я дальше по улице. А к убитой зачем пришли? Поговорить. Поговорить. Я к ней часто хожу. Ходила. К ней все ходят. Что-то слышали ночью или накануне днем? Все-таки через стенку с ней живете. Тут иногда такое услышишь. Но врать не буду. Днем тихо было. И ночью тишина. А что можете сказать об убитой? Враги и конфликты? Да что тут? О покойниках. Или хорошо, или ничего. Ну, если уж цитируете, то корректно. Или хорошо или ничего, кроме правды. Ну? Мошенница. Максим Ильич, ну что вы несете? А что? Я три года ее знаю. Дрянная баба. Откуда у нее столько угля? Я, заслуженный работник, должен выбивать. Можно сказать, на коленях выпрашивать. Мошенница она. Да не слушайте его. Никакая она не мошенница. Алла, гадалка и ведунья. Ну как? Громко сказано. Я работу с ней проводил. И вон, объяснительную мне писала. Ясно. И вы, значит, на прием к ней пришли? Да, но вы ничего не подумайте. Никаких приворотов, отворотов. У моего Бужа проблемы на работе. И я пришла за помощью. Мне ничего за это не будет. В то время гадалки и знахари рисковали получить статью. Первые за мошенничество, вторые за незаконное врачевание. Двадцать тысяч. Я тебе расскажу о твоей судьбе. Тем не менее, деятельность предсказателей, ведуней и медиумов в брежневские времена расцвела. Их клиентами становились члены политбюро, маршалы и ведущие спортсмены страны. Самые востребованные экстрасенсы могли брать 100 рублей за прием. В узком кругу друзей космонавт Владислав Волков рассказывал, что ему предсказали скорую смерть. В июне 71-го, во время приземления, Волков и еще два члена экипажа корабля «Союз-11» погибли. Ну, чудеса случались. Еще и какие. Я, когда первый раз к ней пришла, мы раньше никогда не встречались. Она про меня такое рассказала. И что, все правда? Да, я сидела вот так. Все, что она сказала, все правда. Люди к ней постоянно с разных районов сюда ездили. Да, это так. Да, она с меня с глаз сняла. Сказала, что переведет на собаку, мол, на обидчицу нельзя, она далеко. И что вы думаете? Прихожу я домой. Собака сдохла. Только не надо вот. Вы что думаете, это она Алтая отравила? Ну, вспомните, перед прошлым Новым годом муж Машки Воротниковой от инфаркта слег. Да-да, было дело. Прямо на улице. Ну, так вот, я точно знаю, что-то она к ней ходила. Так что ж ты раньше молчала? Да ладно уже. Тут, тут убийцу искать надо. Девка ж молодая, хоть и аферистка. Жалко ее. Очень жалко. Максим Ильич. Его. Ты душой не криви. А что такое? Можно вас? Давайте. Максим Ильич это-то. Вот. Это творчество соседа. За три года написал 60 кляус на гадалку. Ну, что бывают такие соседи. Небось и на других тоже строчил жалобы. А вот и нет. Только на убитую гадалку. Так. Незаконная деятельность. Религиозная пропаганда. Мошенница. Недостойно ходит по нашей советской земле. Ну, что, агрессивно? Ну, чтобы убивать. Ну, что же мне так не везет, а? Вы посмотрите. Ну, одни шестерки, одна за другой. Лев, долго еще? Момент. Лада Сергеевна. Есть. О. А интересный нынче убийца пошел. Двери за собой закрывает. А это чтоб мороз не зашел. Хата ж протоплена. Очень остроумно. Субтитры сделал DimaTorzok. История сношения человека с дьяволом. Гадость какая. О-о-о. Что у тебя? Фотографии вырваны. Не все. Несколько штук. В уголочках остатки. Угу. О, в печке пепел. Видимо, фотографии жгли. Товарищи, смотрите. Бланки телеграмм. Их тут целая куча. С какими-то записями. Транкина... Почерк неразборчик. Я гляну. Травкина гуляет с Толиком. У Ивана Кузьмича проблемы с простатой. Профессор Антонов загулял с молодухой. Травкину знаю. А чуденец этот неподалеку живет. А профессор Антонов первый раз слышу. Это почерк убитой гадалки? А откуда я знаю? Вы говорили, у вас есть ее объяснительная. Ой, точно. Сейчас. Почерки разные. А, интересно. Это кто же нашей гадалке досье на местных готовил? А мужик у нее был. А что такое? Столбик с сидушки. В доме мужика не хватало. Еще теплый. А, отсутствие мужика здесь ни при чем. А что тогда? Ну, это же пытка такая. Человека сажают на стул. Без сидушки. Привязывают. Разводят огонь и вопросики задают. Так вот откуда у нее ожог. Там. Соседи ничего не слышали. Руслан Ильич, ищем кляп. Во рту у жертвы обнаружены красные волокна. Предположительно, хлопок. Это что получается, она ела ткань? Дурак. Но она же была беременной. А моя сестренка, когда вынашивала племянника, ела мел. Нет, беременность жертвы тут ни при чем. Скорее всего, у нее во рту был кляп. Ну, чтобы не издавала лишних звуков. Бери пример жертвы. В каком смысле? Меньше звуков издавай. Ирина Дмитриевна, так какая причина смерти? Внутреннее кровотечение. Из-за нанесенных побоев? Нет. Вызванное неизвестным веществом. Яд? Да. Но только какой, не пойму. В случае уникальный. А, да, и еще. У нее в желудке было полно вот этого. А что это? Так, у нас сейчас совещание. В следующий раз. Свободное. Свободное, свободное. В Одессе на приусадебном участке своего дома обнаружена закопанная заживо Алла Маковей, местная гадалка. До приезда медиков женщина скончалась. Перед страшной казнью женщину подвергли жестоким пыткам. Под ногтями жертвы остался эпидермис убийцы. В доме Маковей сыщики обнаружили записи. Досье на местных жителей. Выяснилось, сосед убитый ее недолюбливал. Писал жалобы. При осмотре тела патологоанатом во рту жертвы обнаружила красные хлопчатобумажные волокна и установила, что женщина была беременна. Мы что, с этим так и пойдем в суд? Скажем, вот вам черти что в качестве доказательства. Зачем вы так? Я свяжусь с нашим биофаком. Выяснил. Я правильно понимаю, жертва была на 12-й неделе беременности? Да. О! А вы говорили, в доме мужика нет. Был? Еще как был. Лев. Что будем делать, Лаза Сергеевна? Красные волокна во рту. Следователь прокуратуры Ананка. Вы ее нашли. Правдин. Ищем отца ребенка. Это первое. А пока поговорим с соседом-доносчиком. У него в руках был красный платок. Да и ненавидел он соседку жутко. Верка. Сегодня вечером занята? Бросай своих трупиков. Пойдем погуляем. Лев Геннадьевич. Что ж вы, Максим Ильич, кашляете и курите? Привычка. Вы что-то хотели? Поговорить с вами. Давайте. Только недолго. Обед настали. Недолго. Во-первых, дайте нам ваш платок. Кое-что проверить нужно. Спасибо. И еще нам нужно будет вас осмотреть. В смысле? Мне что, раздеться, что ли? Вы шутите? Под ногтями у жертвы обнаружили кожу убийцы. Значит, на преступнике есть раны. А пожалуйста. Гражданин Правдин, но не здесь же. Придется проехать с нами. Давайте, давайте. Так, вот результаты осмотра. На теле соседа никаких свежих ссадин. А платок? Тоже нет. Не он служил преступнику кляпом. Нет. Не убивал соседа. Ну, а что дальше? Родителей нет. Кавалер неизвестен. Друзья, подруги. Нет. Алла после выпускного устроилась в цирк Шапиту. Много гастролировала. Ну, пока не получила травму. Одноклассников опросили, но никто с ней отношений не поддерживал. Знаете, у всех свои дела. Они знали, что она вернулась. Но просто все заняты. Кто в порту работает, кто на ферме. А кто телефонисткой на телеграфе. Стоп. Телефонистка на телеграфе? Телеграфные бланки с досье на соседей. А я уже думала, не догадаетесь. Получается, гадалки помогали собирать данные на клиентов? Телефонистки. Ну, согласитесь, гениально. Гениально. Даже после внедрения автоматической телефонной связи работа телефонисток все еще была востребована. Особенно это касалось междугородных и международных звонков. Соединяя абонентов, телефонистки могли слушать любые разговоры, а иногда и вмешиваться в них. Известно, что во время телефонных ссор между Высоцким и Владей сотрудница московского телеграфа Людмила Орлова специально отключала связь. За это время супруги успевали остыть. Поговаривают, именно эта телефонистка вдохновила Высоцкого сочинить песню 07. Ну вот, Ирина Литвинова. Здрасте. Ирочка у нас давно работает. Жалоб никаких. Может, Вы что-то напутали? Не напутали. Разберемся, спасибо. Ну, а скажите еще что-нибудь. Что сказать? Хм, голос у Вас знакомый. Такой знакомый. Ладно, давайте к делу. Мы по поводу Вашей школьной подруги. Точнее, смерти Вашей школьной подруги. Какой подруги? Ладно, не юлейте. Вы знаете, о ком речь. Да мы с Салкой, собственно. Мы знаем, что Вы собирали досье на ее будущих клиентов. Так что давайте без этого. Ну, рассказывайте. Ну что, я ее лет 10 не видела. А раз иду по залу, смотрю, она среди людей трется. Ну вот, и я подошла. Мы обнялись, договорились встретиться. Ну вот. Двое детей. Дом, работа. А ты? А я? Гадалкой заделалась. Иди ты. Погадаешь? Да не дури. Ты думаешь, чего я на почте ошибаюсь? А кто тебя знает? А я слушаю. Кто кому изменил, задолжал. У кого гулячки какие. Столько сил и времени на это трачу. Ну, давай за встречу. Давай. Мы выпили. Алка говорит. А ты не хочешь помочь? И вы помогли. Разговоры подслушивали. Секретики доставали. Ну, вы не думайте. Я денег за это не брала. Тем более, что... Что? Ну, Алка, она ведь действительно ведьмой была. Ой, хоть вы не начинайте. Нет-нет. Было в ней что-то такое. Какое? Ну, правда. Одна моя знакомая как-то к ней ходила. Горе случилось. Муж-моряк в рейсе пропал. Но она влюбилась в другого. А новое отношение никак не решалось завести. Алка ей говорит. Ты иди домой. И будет тебе ответ. И что? Приходит моя подруга домой. На порог не успела ступить. Дверь открыла. А там вот такими буквами на обоях. Свободно. Ах. Ладно, все с вами ясно. Пойдем, Люба. Пойдем, пойдем. Вот. Это та самая надпись. Свободно. Странный трюк. Надпись делают лимонным соком. В темном помещении не видно, а когда дверь открывается, лучи попадают на стену и буквы проступают. Вы молодец. А вот одесситы не сразу стали на верный путь. Только вот после этого. Заключение доцента биофака? Угу. Стало ясно, чем отравили. Угу. Ой, Иришка, привет. Привет. Вадим Юрьевич, добрый день. Лада Сергеевна. Ну что, что за яд? Спарынья. Что, что? Спарынья. А что это такое? Это маточные рожки, что ли? Так, стоп. Что за сельский час? Что за спарынья, что за рожки? Грибок-паразит. Очень опасный яд. Вот этого вот пакетика хватит на троих. Неужели не слышали? Спарынья. Чёртова корча. Антона в вагоне. А, такое слышала. Это он галлюцинации ещё вызывает, да? Ну, вообще-то это самое малое. При отравлении человека жжут изнутри, отсыхают конечности. Ирина, а что это вы такая умная и никак не могли разобраться, что за яд? Ну, в защиту могу сказать, что спарынья яд редкий, экзотический. У нас на факультете только один человек занимается этой заразой. А как его фамилия? Подходящая. В смысле? Антонов. Антонов? Профессор Антонов? Лёва, пойдём. Спасибо. Иришка. Антонов. Антонов. Профессор. Мне сказали, он в этой бане. И не только он. Послушайте, мне тут об комовцы парятся. Давайте в другой раз. А давайте сейчас. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, девушка. Присоединяйтесь. Обязательно. Сейчас с делами разберусь и сразу к вам. Так, хватит ломаться. Ведите меня к Антонову. Ох, с лёгким паром. Здравствуйте. А вы с формой одежды ничего не перепутали? Спаритесь? Вы бы лучше о себе беспокоились. В смысле? Спеклись вы, Антонов. Гражданечка, а вы, собственно, кто? Следователь прокуратуры Лада Сергеевна Ананко. Я расследую убийство Аллы Маковей. Какой Аллы? Хорошая попытка, но не зачёт. Это гадалка, которая с помощью телефонистки доставала информацию про своих будущих клиентов. И вот что эта телефонистка написала о вас. Профессор Антонов загулял с молодухой. А я что, единственный профессор Антонов во всей Одессе? Единственный. Есть ещё академик, доцент, а профессор единственный. Так что, будете говорить? А то я уже тут продрогала. Ну, может, моя жена ходила к гадалке, а я нет. А жена ваша с пареньей занимается? Просто именно этим ядом отравили гадалку. Моя жена художник. Что вы от меня хотите? Мне сказали, у вас в лаборатории есть паренья. Я хочу взять её на экспертизу и сравнить с той, которую нашли в желудке погибшей. Я что-то... Так, давайте, говорите, потому что мне уже плохо. Я знал Аллу, но никакого отношения к её убийству я не имею. Хотя вначале мог. Здравствуйте, проходите. Что-то я не помню, что вы записывались. Вы Алла. Ну, я с кем имею честь? Ну, здравствуй, дрянь. Вы меня, наверное, с кем-то путаете? Нет. Моя жена сюда ходит. Я Антонов. М-м-м. Вот оно что. Профессор. Теперь ясно. Что ясно? Почему бабы на тебя вешаются? Сядешь, Антонов? Чайку. Сидел, чай пил. А оказался у неё... В койке. Заколдовала. Отравили зачем? Какой мотив? Что за бред? Ну, не убивал я её. Послушайте, профессор. Я об этой вашей спаранье сегодня первый раз услышала. Вы хотите сказать, что в этом городе есть ещё кто-то, кто мог отравить её этой дрянью? Я давал Алле спараньё. Ну, так сказать, в пользование. Зачем? Она увлекалась всякими колдовскими штучками, а спаранья вызывает галлюцинации. Экспериментировала. Нет. Не складывается. Аллу не просто отравили. Её жестоко пытали. А потом ещё живую бросили в могилу. Вы извините, ну что ж я в милиции откажу. Разберёмся. А, ты? На выход. Я-то надеялся, что не наши беспределом занимаются. Степан Ильич, Завтра утром пообщаемся. Поняла. А вы, пожалуйста, потрудитесь вспомнить, где вы были в ночь с 12-го на 13-е февраля. Профессор Антонов не признался, где был в то время, когда пытали гадалку. Странно. Он ведь понимал, что всё против него. Роман с ней крутил. Яд из его лаборатории. Снимки из альбома сожжены. Получается, всё, убийца найден. Профессор Антонов. Нет, не торопитесь. Вы не поняли. У Антонова есть алиби. Но людей, которые могут его обеспечить, он называть не стал. Вот как? Ну и что же это за люди? В общем, желание париться в бане у меня отпало на долгие годы. Выйди. Я просил, с утра зайди. Работала, Степан Ильич. Работала она. А я, по-твоему, отдыхаю. Садись. Что там с задержанием профессора Антонова? Будет санкция? Нет. Антонова оставь. Но на момент гибели его любовницы... У него алиби есть. Все, точка. Ах, алиби? Он в бане парился. С людьми, фамилии которых лучше не называть. И я там был. Разошлись под утро. Что он там делал? Там принято решение двигать его наверх. Через месяц-два он будет в Москве. А ты лучше убийцу ищи. А Антонова оставь в покое. Так что, мне и разговаривать с ним нельзя. А этого я не говорил. Профессор Антонов? Вы? Мне некогда с вами разговаривать. Работа. А поболтать придется. А с вами что еще? Не говорили? У них своя работа, у меня своя. Вы свою работу уже сделали. В институте шепчется. Жена о разводе заговорила. Вы удивительной наглости человек, Антонов. Крутите интрижку на стороне, а виноваты мы. Я вам напомню, ваша любовница убита. Я жениться хотел. Не верить. Даже заявление о разводе писал. Здесь где-то, ну. Товарищей из обкома просили притормозить. Будут мораль проверять. Ну, с вашей моралью мне все ясно. У Аллы помощник имелся? В смысле? Ну, когда нужно было кому-то собаку отравить. Или надпись на обоях лимонным соком сделать. Алла сделать этого не могла, она была в это время с клиентом. У нее был помощник. Кто? Вы? Или был еще кто-то? Шутите? Не я, конечно. А кто? Дайте подумать. Один раз ко мне как к токсикологу из районки обратились. У них человек слег с отравлением. Не могли понять, что. Я понял. С паренья. Вот и задал вопрос Алле. Кто его отравил? Алла, ты не понимаешь. Это очень серьезно. Кто отравил этого несчастного? Ну, кот. Кто? Что ты несешь? Какой кот? Кот. Ну, я же ведьма. Мне кот положено. Помощник. Кот, значит, был помощник. И вы, конечно же, ни имени, ни фамилии этого кота не знаете. Я понимаю, звучит абсурдно. И вы мне не верите. Но я не знаю. Все, пардон. У меня работа. До свидания. Итак, что мы имеем? Профессор Антонов не убийца. У него есть алиби. И он якобы не помощник Аллы, хотя яд ей давал. Ну, и кто этот кот? Думаете, надо искать помощника? А не обиженного клиента? Нет, я думаю, что нужно искать знакомого, гадалки. Причем того человека, который был изображен на снимках в ее фотоальбоме. Вы все верно говорите. Ну, ну, хорошо, хорошо. Дам вам подсказку. Все снимки в фотоальбоме жертвы были выложены в строгом хронологическом порядке. Так, и на каком этапе ее жизни засветился преступник? После получения травмы. Алла потом еще целый год работала в цирке, продавала билеты под руководством вот этого человека. Вот. Катюба Павел Макарович. Кто такой? Администратор цирка. Его потом еще выгнали за махинации. Катюба этот у тетки поселился. Мне так цирки сказали. Дальше уехать не мог. Откуда такая уверенность? Ну, мне так сказали. Цирк, номерок маленький, слухи быстро расходятся. А кому нужен администратор с таким послужным списком? В Одессе на приусадебном участке своего дома обнаружена закопанная заживо Алла Маковей, местная гадалка. До приезда медиков женщина скончалась. Перед страшной казнью женщину подвергли жестоким пыткам. Под ногтями жертвы остался эпидермис убийцы. Экспертиза показала, женщину отравили спорыньей. Под подозрение попадает любовник Маковей, профессор-токсиколог Глеб Антонов. Тот признался, давал любовнице спорынью, она применяла ее во время гаданий. Но у профессора на момент совершения преступления было алиби. Сыщики решили проверить прошлое гадалки. О! Сюда? Да, все верно. Пришли. Чего надо? Мармелада! Открываем, гражданка! Угу. Гражданка, еще раз. Где ваш племянник Катюба Павел Макарович? Да не знаю я. Ну, я ж вам не всесоюзный розыск. Когда вы его видели в последний раз? Ну, неделю назад приходил. Крутился тут, крутился и ушел. Неделю назад как раз гадалку и пришибли. А ваш племянник вспоминал некую Аллу? бывшую гимнастку. Аллу? Не. Да он вообще неразговорчивый. А с теткой та и подавно про баб свои болтать не будет. А у него здесь есть своя комната? Да вот она. Он же ко мне раньше часто приезжал, часто бывал здесь. По нескольку раз на неделю. Угу. Значит, сделаем так. Здесь побудет Лев Геннадьевич, а я смотаю за санкции. Приеду и проведем обыск. Еще один? В смысле? Ну, так тут же ваш был, искал. Кто, когда? Ну, на днях. А что, это не ваш был? Так, стоп. Сосредоточьтесь и скажите, кто приходил, как назвался, что искал, нашел. Ну, мужчинка такой красивенький, удостоверение показал, только курочку не открывал. А как выглядел этот мужчина? Ну, такой высокий, русявый, глаза то ли серые, то ли голубые. На нашего профессора похож. Да. А что он искал? Да я ж не знаю. Искал, рылся, потом подхватился и к двери. Даже не попрощался, вылетел, как ошпаренный. Ладно, хорошо, спасибо, это все, мы свяжемся с вами, пойдем. Хорошо, до свидания. А вон он, видишь? Ага. Так, надо бы за ним проехать. Я не могу, мне шеф запретил. Лада Сергеевна, поступим так. Вам запретил, а мне нет. автомобиль профессора покинул пределы города и проехал еще 60 километров вот до этой точки. Город Аведиополь. Ну и что там? А там, как оказывается, работал бывший администратор цирка, Катюба. Работал водителем в котельной. Ну, так вот откуда у Валы гора угля. Ну да, как вы понимаете, чужим людям возить уголь за 60 километров не станешь. Ну и что их связывало с убитой? Почему профессор ничего не рассказал об этом Катюбе? Катюба на месте? Пашка? Да здесь он где-то. Машину пригоняет и греется тут. О, а вот и он. Паш, тебя тут человек ищет. Спасибо. Стоять! Руки, чтоб я видел. Надеюсь, профессор, вам хватит ума не дурить. Лопату брось! Не советую, Катюба. Я предупреждал. Не надо на меня прыгать. Живой профессор? Нормально. Как вы здесь оказались? Неважно. Поблагодарите. Что вовремя. Что здесь происходит? Спокойно. Милиция. А? Молчать дальше будете? Буду. Молчать. Хорошо. Сэкономим ваше и наше время. Вот акт экспертиз. У вас в куртке следы с параньей. Яда, которым Аллу отравили. И еще вот это. Вы ей этим рот закрывали, когда пытали. Ну и алиби. Да, его у вас нет. Алиби. А что будет, если начну говорить? Поблажка? Суд может учесть. А. Ну это, дорогуша, вилами по воде писана. А если говорить не станете, исключительную меру могу гарантировать. Понимаешь, о чем идет речь? Ладно, господа хорошие, что тянуть? Алка классная гимнастка была. Потом ногу сломала инвалидность. Вот я и жалился. Взял к себе кассирши. Ну это мы уже знаем. Дальше. Дальше. Дальше я в деле одном попалился. Меня из цирка выперли. Алка еще немного поездила, а потом переехала в мамкин дом. Я в котельную устроился. Стал левый уголь людям продавать. Один раз в Одессу поехал. Платили, хорошо. Эй, хозяева, есть кто дома, а? Хозяева! Ну что ж, такое полчаса машина сигналю. Девушка, ну сколько можно? Ну примите уголь. Чего орешь? Сколько с меня? Цирковые со своих деньги не берут. Паш. Алка. Пашка. Алка! Ну что, чаем хоть на поезд? Ну какие вопросы? Заходи, конечно. Пойдем. Ну что, как твои дела? Рассказывай. Алка мне еще со времен цирка нравилась. А когда встретились, вообще голову потерял. Ну, сошлись мы там. Я как в Одессу к тетке приеду, сразу к Алке бегу. Она, конечно, предлагала переехать, но я отказался. переехать, чтобы жить вместе или чтобы помогать ей людей обманывать. Молодец. В корень зришь. Ну я же сначала думал, у нас все серьезно, как бы, а помогал и так, потому что любил. А под словом помогал, что имеешь в виду? Ой, доходили к ней особо впечатлительно, им нужно было чудеса показывать. Вот Алка обещает, а я выполняю. Разлучница твоя. Брюнетка. С родинкой на губе. Инка, соседка, стерва шаловливая. Ничего, я помолюсь, и муж вернется. святые Петр и Илья, молю вас я. Воротников? Ну, а че? А ничего. Мужа неверного накажите, к жене родной верните. Еще раз на сторону пойдешь, убью, понял? Аминь. Ты кто? Кто, кто? Святой дух в пальто. Да, радикальные у вас методы. А то. Правда, с дядькой я одним перестарался, я прессанул, силы не рассчитал, а его инфаркт хватил. И вот тогда я понял, что я работаю на Алку. Ты идиот, Паша? Ты на билетах этих чертовых попался, себе жизнь испортил, а теперь и мне хочешь. Знаешь что, дорогуша, я на тебя не нанимался, деньги не получаю. Шмотки, шмотки на тебя какие, забарышись котельни твоей сраной, а? Да ну у тебя. Что? Извини. Давай чаю выпьем. Иди вымой руки, заодно и пообедаем. Чайку попили, думал будет продолжение, а она на двери мне так ручки помахала, я и уехал. А по дороге в Обидеополь мне так дерьмово ребятки стало, я еле до котель не доехал. Пашка, ты куда несешься? Дело есть. Ну и сейчас, пожалуйста, вызывай скорую, быстро, пожалуйста. Ох ты, я... Она вас отравила? Не верю. Че это? Сейчас все, что угодно можно придумать. Да, факты. Какие? А вы найдите бригаду скорой в Обидеополе, которая 8 декабря в котельную выезжала. Я два дня под капельницей провалялся. Узнайте. Ну, допустим. Проверим. Дальше. Дальше. Дальше я понял, что если не в этот раз, то в следующий она меня точно укокошит. Выждал несколько месяцев, явился, выгодится мстить. Да и денежки забрать, чтобы смыться. ... Где деньги? Деньги спрашивай где? Нет больше, это все. Отпусти меня. Отпусти. 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 Как ты могла? Ведьма. Посмотри, посмотри, что сделала с рукой. Я не люблю тебя. Я ребенка ношу. Отпусти. Спрашивай нашего. Нет. Ты мне противен, дарвоты. Противен, отпусти. Помогите. Будет тебе сейчас дарвота. Жри. Жри. Я хотел подстроить все, якобы, расправа над ведьмой. Отпечатки вытер, тело в сад вынес и бросил в компостную яму. Загаре в аду. Потом к четке заявился, забрал кое-какие вещи. Да и хотел понемногу с котельной рассчитаться. Да затянули. Ага. Алкин хакаль меня нашел. Да и вы тут как тут. Ладно, это все. Вставай. Вперед. Так точно. Гражданин начальник. А почему вы не рассказали про Катюбу? Он убил женщину, которую я любил. Она ждала нашего ребенка. Отомстить хотели? Хотел. Что ж тут скрывать? Алла, вам точно ничего о нем не говорила? Нет. Однажды ее к дому подвозил. Оказалось, это дом его тетки. Сказал, что из милиции. Провел обыск. Вот что нашел. Путевой лист. Спасибо вам, Глеб Трофимович, за содействие. Если у нас возникнут вопросы, мы обязательно с вами свяжемся. До свидания. Простите. А сколько ему дадут? Это суд решать будет. Нормальный мужик, как оказалось. Кто бы мог подумать? Нормальный. Вот только с нечистой силой связался. Я сам на какой-то миг поверил в ее способности. Только на миг, Лада Сергеевна. Лева, дурачишься ты вечно, как ребятенок малый. Поехали. И что получил, Катюба? А, 12 лет. А, кстати, как профессор понял, где его искать? Нашел вот это, сейчас. Вот. Путевые листы. Вот. И сразу понял, откуда у Аллы столько угля. Ну вот и поехал в котельную. Мстить. Да, решительный. Но, как я вижу, вверх по партийной лестнице профессор Антонов не пошел. Не вижу его фамилии в списках членов ЦК. Угу, все верно. Остался в Одессе, преподавал. Кстати сказать, он так и не развелся. Особый случай. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Че зыришь, дядя? Нет, ничего. Ну так и вали от седа, если ничего. Да? Да. Его же убьют, и покалечат. Алло, милиция? Милиция тут, тут, убивают, убивают. Франко, девять. Я, это я. Милиция. Гражданка Иголкина? Да. Вы вчера в промежутке между пятью и шестью часами вечера где находились? Дома. Ничего не теряли? Нет. На улице Франко. Думайте, думайте. Что мне думать? Не была я там. Тогда вам придется проехать с нами. Что, ждете, что спрошу о ваших впечатлениях? Ну, я думаю, что внутри какой-то сюрприз. Потому что завязка делала самая банальная. Двое бандитов напали на мужчину. Ну, а в середине пятидесятых? Нет, преступность по сравнению с последовоенными годами, конечно, снизилась. Но такие дела еще встречались часто. А что это вы читаете? А, я знала, какое дело вам дам. А сама взяла себе стендали. Я пробовал его читать, но не смог. Да? Да. Времени наменяются. Если бы я знал, что вы в нем спрятали какую-то загадку, то... А я прочитаю. О! Любовь – единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит. Любовь чеканит монеты? Пока не понимаю. Ну, ладно. А рожи? Рожи-то какие? Противные. А голос? Понимаете? Бандиты. Настоящие. Лица запомнили? А я в лица не заглядывал. Ну, ждали они там кого-то. Мужика того. С женской сумочкой. За ним следили конкретно. Какого того? Псху на вас! Я же вам говорил. Мужик там был. Женская сумочка. Вот так держал. На него и напали. А почему мужик был с женской сумочкой? Вот. Мне тоже непонятно. Ну, портфель там. Или авоська. То сумочка женская. Загадка. Может, показалось? Показалось? Да я своим оболтусом с овощной базы, тын-дын-дын-дын, каждый день долблю. Запоказалось? Вот. Срок дают. Так что была сумочка? Была. Я еще вот так вот проходил, видел. Они на него. А я еще так подумал. Ну, меня же пропустили. Так, может, его тоже не тронут. А глянулся, а они его ногами, по голове. Ой, больно. Что там у нас? Вот, следы волочения. А вот окурки. Вижу, что не конфеты. Следов много. Сорок пятый, а может, сорок шестой размеры. Здоровят. Стояли, курили. А что это значит? Значит, значит, ждали. А кого ждали, если мимо такой клиент, как наш свидетель, проходит? Грохнули бы его. Грохнули бы. Ты мне объясни, а почему мужик был с женской сумочкой? А он был? Мужик был. Ну, так с барышней гулял. А куда там оделась? Туалет. Она пошла в туалет, а он с сумочкой остался ее ждать. А почему она крик не подняла, когда вышла? Получается, это она мужика под бандитов подвела? Получается. Иван Григорьевич, сумка поровну вроде бы. Давай сюда. А вы внутрь взгляните. Я уже посмотрел. Что там? Подсети. Хитрость. Моя жена, когда сумочку покупала, под подшивкой фамилию тоже написала. Так делают многие женщины. Иголкина. На, прёхи. И, кстати, там за углом машина стояла. Следы хорошие. Гражданин Шевронов, вы машину видели? Нет. А звуки, как она ехала, не слышали? Не видел, не слышал. Да, свидетель, конечно, с вас. Так, нужно откатать следы протектора. А то появится потом потерпевший. Так, значит, что у нас есть? Следы драки или избиения. И нечёткие свидетельства. Сумочка. Ну, отнесём её тоже к нечётким свидетельствам. Проверять, конечно, надо, но... Пока непонятно, какое преступление. Подозреваемых нет. Пострадавших нет. Других свидетелей тоже нет. Женщину надо искать. Хозяйку сумочки. Вам легко говорить. Вы же знаете, в чём тут суть. Ну, а зачем её искать? Ну, хорошо, даже если найдём. Но она скажет, что потеряла сумочку. Или её ограбили где-нибудь в другом месте. То есть, что бы сделали вы? Знаю, оформил бы протокол, да и всё. Ну, правильно. Опергруппа так и поступила. Свидетель как-то замешан, да? Не мешайте. Вот, нашли время. Приспичило им. Хотят тут долг стеснуть. И в такую погоду? Разве это геодезия? Я тебя спрашиваю. Это кошмар какой-то. Так, иди на позицию. Так. И выровняй планку. Теперь иди дальше. Так. Немножко правее. Эй, там кто-то стонет. Правда, правда. Эй, кто там? Здесь кто-то есть? Эй, товарищ, что с вами? Вы кто? Ах, помогите. Скорую. Скорую, быстро, иди. Так, а сказать-то что? Ладно, я сам скажу. А то ты им пока объяснишь. Оставайся здесь. Да вы проходите. Проходите, Семен Дмитриевич. Чтобы я вперед дамы. Не могу себе такое позволить. Вот такой любезный. Мишин совсем не такой. Он иногда даже не ночует дома. Ну, а где же он ночует? Знаете, мне кажется, у него появилась женщина. Знаете, что я вам скажу, Нина Гавриловна? Дурак ваш муж. Я бы от такой красивой, умной женщины, как вы, ну, ни на минуту бы не отошел. А знаете что? А давайте я напишу заявление на ваше имя. Ну, вы его как-то пропесочите. Ну, посодействуйте мне, пожалуйста. Ну, тут дело деликатное. Семья. Но воздействовать сможем. Ну, может, немного подождем? Ну, до двух. А если не объявится, тогда и решим, что делать. Решим. Очень на вас надеюсь. Значит, в 14.00 я у вас. Вы только посмотрите. Ожоги. Папиросы, что ли, тушили. Спички. Тут и тут. Пытки и побои. Надо милицию вызывать. Ну, что вы там возитесь? Делайте уже укол. Начали проверять. Фамилия Иголкина довольно-таки редкая. Всего 10 женщин. Три из них точно таких сумочек не носят. Ну, ты же не забывай, Иван Григорьевич, что хозяйка могла дать поносить. Или могла поменяться с кем-то. И свидетель. Ничего толкового не... Майор Кожан. Вот как? Где это произошло? Документы? Поняла. В третью больницу поступил гражданин без сознания. Со следами пыток нашли на углу Франко и Ворошилова. Без документов. Наверное, наш. Значит так, бери свидетеля и на опознание. Хорошо. Боже мой, ужас. Какой кошмар. Узнали? Да. Он. Звери. Извери фашисты. Это же они и меня могли так тюк. Так могли. Или не могли? Ну, они сказали, проходи дядя. А потом бы догнали. Женщина там была? Была. Вот он сумочку женскую держал. Ну, я докладывал. Тома. Где я? Вы в больнице. Как вас зовут? Виталий Мишин. Адрес свой назовите? Горького А4. А Тома это кто? Тома, Иголкина, Тамара. Тамара, Иголкина, ваша жена? Нет. Не говорите о жене. Просто ей позвоните. Жена Нина Мишина. Нина Мишина. Вчера вечером вы с женой были? Нет. Звоните жене. Нина. Все, все. Отдыхайте. Как придет жена, пускай мне позвонит. Ваня, напиши номер телефона и разыщи эту Тамару Иголкину. Хорошо. Поезжай к ней. Вот номер телефона. Вот возьмите. Клавдия Ивановна, а я? А мне что делать? Ну что ж, вам спасибо, гражданин. Тю. Ну что, намечается треугольник. Муж, жена и любовница. Ну, пока все равно ничего оригинального. Да, сплошные штампования находите. Но все равно хотелось бы услышать версии. Их две. Либо жена мстит мужу за измену, либо любовница за обман. Ну, например, пообещал ей, что уйдет от жены, а сам не уходит. Ну и какая, вам кажется, из них реальнее? Давайте порассуждаем. Потерпевший, вероятно, что-то знает. Поэтому зовет жену. Оперативником назвал фамилию любовницы. По голове, конечно, ему хорошо дали, но он же понимает, что ее все равно найдут. Так что, вероятно, любовница. Ну да. Приводят нужное место, оставляют сумочку, чтобы бандиты не ошиблись, а потом скрываются. А сумочку они оставили, чтобы вывезти на свою сообщницу? Не так. Читайте дело. В центре Киева, в подвале дома, обнаружили сильно избитого мужчину. Потерпевшим оказался нумизмат Виталий Мишин. Он рассказал, вечер происшествия встречался с любовницей Тамарой Иголкиной. Когда та ненадолго отлучилась, на него напали неизвестные. Отобрали сумку, которую он держал. Сумочку Иголкиной, а также следы шин от протектора машины, обнаружили неподалеку. Сыщики разыскали женщину. Куда поедем? В милицию. Фамилия Мишин. Виталий Викторович, вам о чем-нибудь говорит? Говорит. Продолжайте, не молчите. Мы действительно вчера с ним гуляли. Потом я зашла, в общем, в туалет. Витальчик, очень нужно. Я быстро. Приспичила? Ага. Бывает. Вышло, а его нет. И вы? Понимаете, положение деликатное. Он женат. Пока. Ну и я, чтобы не компрометировать. Несознательное поведение. А что я должна была ответить на вопрос, с кем вы ему приходитесь? Вы думали о себе, а человек в больнице. Господи, да что случилось? Избили до полусмерти. Всю ночь провалялся в развалинах. И его никто не искал. И не говорите, что вы не предполагали. Я не предполагала. Кровь не видели? Я испугалась. Подумала, жена наняла бандитов. И они мне сейчас... Собирайтесь, гражданка Иголкина. Дадите показания в письменном виде. Виталик. Эй, 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 вы аккуратнее. Что с ним? Сами-то не видите? Да вижу я, конечно. Как он? Вот телефон товарища из милиции. Велелись позвонить. Виталик, как же так? Домой никто не приходил. Как же так, Виталик? Нет. Немедленно возвращайся. Зачем? У нас дома банка с медом. Привези ее. Зачем? Нина, я тебе сказал, быстро вези банку с медом. Да дался тебе этот мед. Я бы здесь за тобой поухаживала. Нина, вези. Давай едь. Все, 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 хорошо. Ты только не волнуйся, хорошо? Давай, вези. Я быстро. Нина Гавриловна, я думал, не успею. Ну, без пяти, как договаривались. А что с вами? Избили его. Ну и дела. Чуть не повер. Вам нехорошо? Давайте я вас до дома. Так, известно, кто это был? Да, о чем я знаю. Мне из больницы позвонили. Я приехала, а он весь, знаешь, какой. Не переживайте вот так. Все образуется. Давайте ключики. Я открою. Как-то мне не очень. Нина Гавриловна, а вы дверь запирали? Да. Открыто. Взломано. Значит так, доставайте платок. В квартире все трогать только через платок. Только ничего не трогайте. Мед. Когда же они успели? Я же только в больницу и обратно. Шустро. Надо звонить в отделение. Дайте свой платок. Сюда звоните. Что это? Город дел? Так, вот список похищенного. Монеты. Коллекция. А, вот почему вы цитировали Стендаля. Любовь чеканит монеты. Какие вопросы возникают? Ну, мне, например, непонятная связь между нападением на Мишина и кражей в квартире. Ну, а как вам такое объяснение? Пытались ограбить. Когда они нашли то, что искали, полезли в квартиру. Допустим. Но как четко действовали. Дома жена отсутствовала всего 40 минут. Значит? Значит, за квартирой следили. Но вот чего преступники точно знать не могли, это когда она выйдет и сколько будет отсутствовать. А еще в светлый день люди ходят. Из любой квартиры в любой момент могли выйти. Да, да. Действительно. Действовали мастера. Не в моих правилах, но скажу. Действовали любители. Пудреница была. Зеркальце старинное, в серебре. От мамы осталось. И буквы на нем М и Т переплетены. Отличная примета. Почему сразу милицию не сообщили? Испугалась. А ну-ка вспомни, Иван Григорьевич, кто у нас в этом районе борожничает. Так я, Клавдия Ивановна, так сразу и не припомню. Не припомнит он. Ты же сам ее брал на Лукьяновке. А, Марья Ивановна. Да, это тертая баба. И хитрая. Пока ориентировка на вещи не пришла, она их толкает. А мне Виталика можно в больнице навестить? А с женой встретиться не боится? А Марья Павловна купила. А сейчас будет рассказывать, что из ремонта забрала. Гражданочка, милиция, предъявите документы. Вот а что-то, что случилось? Да да, что случилось? Туфельки у вас красивые. Где же такие приобрели? Это мои туфли. А у нас есть информация, что вы их только что купили с рук. А они краденые. Так что соучастница вы в скупке краденого. Как это? Я честно за них заплатила. А вот пройдемте-ка с нами. И все нам расскажете. Ну я же не знала. Ну подождите. Милости прошу. Проходите. Здравствуй, Марья Ивановна. Вот снова мы к тебе. Чем можем помочь органам? Женщину знаешь? Нет, не знаю. Кофе будете, Клавдия Ивановна? Настоящий, что ли? Ну, обижаешься. Наливай. Мне как раз сейчас горяченького. Два кофе. Вы тоже будете? Себе. Ты тоже напивайся. В тюрьме кофе нет. Ой, ну что за шуточки. Я же чистая. Для себя вещики покупаю, бывает. Что не подходит, подружкам уступаю. Вот, подружка. То подружка, то не знаю. Но сейчас не об этом речь. Основания для обыска имеются. Вещички мертвого мужика ищем. Как найдем, пять лет кипяток пить будешь. Ищите. Нет у меня мужских вещей. Ах, какая недогадливая. А мы женские ищем. Он сумочку женскую в руках держал. А у ней пудреньца и зеркало. А-а-а. Приметные. Приметные. Эти. Все знают, что Маша с мокрухи не берет. Так он, сволочь, клялся, что все чисто. Кто? Не затягивай. Гришка Чука. Чукарин, что ли? Знаем. Когда приходил? Вчера вечером. Проверим. Адрес я знаю. Под протокол от всего откажусь. Только думаю, я шачу, а никого завалить не мог. Марья Ивановна, а давай к нам в криминалисты. Милицейский паек. Все не баланду жрать. Никуда не девайся. Найду. Всего вам добренького, Клавдия Ивановна. И вам не хворать. Ну, что смотришь, подруженька? Вон отсюда! Все, стой. Все ребята на точках. Вот и он, собственно, персоной. Правда, Ивановна Габриева, не выделась раньше за Чукой такого. Ну, здравствуй, Чукарин. Здрасте. Стой, Чукарин! Стоять, стоять! Давай сюда. Все, забирай, ребят. Дальше мы сами. Что ты, Чукарин побежал? Испугался, что ли? Привычка. Видим. За тобой женская сумочка и полумертвый человек. Избитый. Не я это. Вещи взяли у перекупщицы. Там твои пальцы. На улице нашел. Выдумкой не радуешь. Честно. Вчера вечером тут неподалеку шел. Мужика какого-то затащили за угол. Я завернул. Там никого. Кровища и сумка валяется. Я взял мне, что было, и отвалил. Кровища и сумка. А кто тебе морду так разрисовал? Ваши. Лейтенант Мукамел. Прямо в отделении. А это тут Паваршилова, что ли? Ну да. Навалились толпой, затащили, кричали рецидивист. Вот он и покуражился. Паваршил. Нравится тебе? В котором часу это было? К пяти вытолкали. Но я себе домой и пошел. Ну пойдем-ка в отделение. У меня там шапка, ребят. О, сам пришел, падла. Тебе мало вчера дали. Майор Кожан. Чего молчим? Виноват. Лейтенант Мукамел, заместитель начальника отделения. Вышли все. Быстро! Иван Григорьевич, присмотрите за задержанным. Товарищ майор. Тебя что, паршивец, девки не любят, да? Вот и отыгрываешься? Ну, товарищ майор. В котором часу вчера? Чукарина воспитывали. Начальник в пять позвонил, вот я приказал его выгнать. И так Чука потянул сумочку, но не избивал, это ясно. Но кого-то видел. Темное время суток. А мог и не рассмотреть. Даже если рассмотрел, не сдал бы. А вы про мед не забыли? Про мед? Слушайте, действительно забыл. Да. Потерпевший просит, чтобы ему привезли банку меда. И ясно же, что что-то прятал в этой банке. Ничьи же гонять. Значит, понимал, что могут влезть в квартиру? Ожоги, пытки. Под пытками рассказал, где прячет ценности. Надеялся, что преступники не успеют, а они успели. Миша, ну мизмат. Да. Да, интересно, что ценного у него было. Непосвященные скажут, что самые дорогие монеты золотые. На самом деле ценность монет определяется их редкостью. Чем меньше экземпляров сохранилось, тем дороже каждый из них. Самой дорогой монетой мира считается один доллар. Его отчеканили из серебра в 1794 году. Особенность на Аверсе – женская голова с распущенными волосами. Стоимость – свыше 10 миллионов долларов США. В знаменитом золотом дублоне Брашера, названном так по фамилии отчеканившего монету ювелира, всего один грамм золота, но продали его за 7,5 миллионов долларов. Да и ценность золотых монет царской России никак не связана с их весом. А что это? Отойдите-ка, пожалуйста, не мешайте. Андрей Геннадьевич, здравствуй. Что нашел? Мех. Похоже, каракуль. Вот здесь загвоздь зацепился. Что получается? Если с воротника, то... то просто великан. Ну, а если с шапки, то тоже человек огромного роста. Ну, если с шапкой вот так не махал. Хорошо. Позволь. О, да. У супруга в больнице были? Да. Сразу вернулась? А тут такое. Вы участковый? Так точно, лейтенант Федорчук. Гражданка заявила о пропаже мужа и пригласила... Еще утром. Кого-то подозреваете? Участок у меня тихий. Вань, давай-ка возьми участкового и поищите свидетелей на улице у подъезда. Так. Что пропало? Монеты. Это из-за них. Точно. А ну вспоминайте. Кто-то угрожал ему? Да нет. Хотя... Недели полторы назад мы возвращались с мужем. И почти у подъезда нас встретил один. Виталийка его студентом называл. Коля, кажется. Ну, высокий такой. Высокий? Ну да, верзила. Вот такой. Здравствуйте. Коля, опять ты? Я о монете. Ты сначала продал, а потом о цене узнавал. Так дела не делаются. Понятно. По-хорошему не хотите. Эй, ты что, мне угрожаешь? Смотри, парень. По-хорошему, это если ты больше мне никогда не встретишься. Будь здоров. А что за монета? Да не знаю. Я же в них не разбираюсь. Это муж занимался. Товарищ майор, нашли свидетеля. Бабка Глафира. Хорошо. Андрей Геннадьевич, заканчивайте здесь все. А я свидетеля прошу. Хорошо. Жену Виталика видела. Скоро вышла, но быстро вернулась. Я вот тут вот на скамейке сидела. Возле подъезда ее участковый встречал. А я сообщал об этом. Скажите, во время отсутствия гражданки Мишиной никого из посторонних не видели? А, парень был длинный. Длинный? Да, да. И шапки пирожком из подъезда, вернее, в подъезд юркнул без портфеля. Ну, а я пока с подружкой своей там поговорила, во всяких наших делах. Он уже вышел из подъезда, но с портфелем. Черт! Ты чего это чертыхаешься, а? А вам какое дело? Ты кто такой, а? Ты к кому ходил, а? К девушке. У нас нет тут ни одной девушки, кроме меня. Шастают тут, а? До свидания. До свидания. Так вы говорите, никого другого из посторонних вы не видели. Голубушка моя, вы правильно мыслите. Хорошо, спасибо вам. Я вам помогла, да? Конечно, помогли. Ага. Витя! Витя, ну что ты метешь? Ну ты посмотри на него. Что ж ты метешь? Не можешь быстрее как-то это самое. Вот, ну, добрый вечер. Вот. Подозреваемый имеется. Мотив у него прекрасный. Деньги и месть. Логика простая. Избить, выманить жену из дома и обокрасть квартиру. Да, это слишком просто. Вы бы не дали бы мне это дело. Правильно. Так. Потерпевший Мишин должен рассказать. Ну, ему же терять нечего. А ведь следствие даже не понимает, он узнал своего мучителя. Или это был совершенно незнакомый человек. Ну, мисс Мат стояла перед выбором. Умолчать, это значит покрывать преступника и распрощаться со всеми своими ценностями. Или рассказать. Ну, пока даже непонятно, почему ему нужно что-то скрывать. Про любовницу, может, все знают. Она звонила? Звонила? Звонила. Просила передать, что дома милиция. Вас обокрали. Ну, все. Здравствуйте. Мы можем поговорить? Можете. Меня обокрали? Вы уже знаете? Отлично. Ваша жена рассказала о каком-то студенте. Он вам угрожал? Почему? Он псих. Что вы у него купили? Редкая монета 37 рублей 50 копеек 1902 года. Подарочная золотая монета весом в 32,26 грамма с двойным обозначением номинала 37,5 рублей и 100 франков была отчеканена в Санкт-Петербурге в 1902 году. События, скорее всего, приурочили к приезду в Россию президента Франции. Выпустили 255 экземпляров. Еще один сделали позже, специально для коллекции Эрмитажа. Планировалось, что монета будет отчеканена массовым тиражом. Но этого не случилось. Весь тираж оказался в руках членов царской семьи, которые раздаривали монеты кому хотели. В 2009 году на одном из аукционов начальная цена такой монеты составляла почти 150 тысяч долларов США. Об этой вашей встрече мы знаем. После вашей сделки вы с ним виделись? Распять обещал меня убить. Говорю же, он псих. В центре Киева в подвале дома обнаружили сильно избитого мужчину. Потерпевшим оказался нумизмат Виталий Мишин. Пока он находился в больнице, его квартиру ограбили. Забрали коллекцию. Выяснилось, незадолго до происшествия Мишину посчастливилось приобрести редкую монету. Но сразу после сделки продавец, студент высокого роста, стал угрожать нумизмату. Коля этот монету вам домой приносил? Нет. Он на Лукьяновке крутился. Там, где все нумизматы собираются. Ваша жена сказала, что вы устроили целую истерику, когда узнали о банке с медом. Да. Я прятал монету в банке меда. Меня заставили о ней рассказать под пытками. Я очнулся в подвале, связанный, повязка на глазах. Отчего ухался? Быстро и правду. Где хранишь драгоценную монету? Помогите! 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 Орать хочешь? Будешь орать. Больно? Больно! Сейчас я опять выну кляп. Не скажешь, где монета. У меня спичек. Полный коробок. И папиросы. Ну! Дома. В банке меда. Где эта банка? В комнате. Ага. В серванте. Смотри. Обманешь? Тебе не жить. Это мог быть Коля? По голосу не узнал. Их было двое, а второй тихо стоял. Мог быть. Сейчас придет наш художник. Из ваших слов он нарисует портрет этого Коли-психа. А вам скорейшего выздоровления. До свидания. Дядь, вы же мне 10 монет брали. Я тебе столько отдал. Сосчитай, возьми. Да это ж не те монеты. Мальчик, не морожь мне голову. Иди в школу. Меня тоже так дурили в детстве. Скажите, а вы хорошо знакомы с гражданином Мишиным? А, это которому башку провалили? Допрыгался. Отплатили той же монетой. Отплатили? За что? Извините, меня дома ждут. Ничего. Подождут. Милиция. Подождут? У меня борщ остывает. Сочувствую. Скажите, вы знали о его конфликте со студентом по имени Николай? А, Мишину повезло. Ему студент дал 100 франков золота. Это мы знаем. А потом тот студент узнал, сколько эта монета стоит. Вы ему подсказали. А что, у нас честность наказуема? Вы знаете, сколько этот Мишин у меня монет перехватил? А? Надурил, значит? Сколько раз дураку я тебе говорил? Будет что ценное, неси ко мне. Отнес Мишину. Теперь хлебай. Ну, я не считаю это честностью. Ну, вы мне тут, пожалуйста, морально читайте. Всю жизнь монетами занимаюсь. Вот вы, хотите собрать хорошую коллекцию? Ищите. Дураков ищите тоже. Ладно. Фамилию этого студента знаете? Ну, какая фамилия? Колька-то Колька. Ну, хоть учится где? В политехе. Я его видел там рядом. Взгляните-ка на портрет, Ваня. Покажи. Похож? Похож. Еще как похож. Ну что, ваш подозреваемый становится все более подозреваемым? В политех надо идти. Вряд ли там много длинных Коли отыщется. Разумно. Но вы помните, Артем, что Коля все время грозится убить Мишина? А разве так себя ведут те, кто на самом деле собирается убить? Ну, несколько ребят указали в показаниях, что парень псих, не сдержан. Ну, разве это достаточное обоснование для обвинения? Для подозрения достаточно. И почему вы все время это подозрение от него отводите? Проходите, пожалуйста. Мы из Деканата. Нам сказали, что вы дружите с Николаем Богуцким. Да, Коля мой друг. Ну, и где же он? Так он к родителям уехал. Сессию досрочно сдал. А с кем это вы чаи гоняете? А ко мне подружка приходила. Мы с ней болтали. Угу. Подружка. Понятно. А тут у нас что? Стоять! А, рука! Не вейте, Коля, пожалуйста, не вейте. Так, глядь. Садись. Так это вы и есть его родители, его мама и папа, которым он поехал, досрочно сдав сессию. Где монеты, которые украл из квартиры Мишиных? Монеты где? Тут. Там. Ну? Прошу. Не говорите маме. Я ничего не крал. Они просто лежали на полу. Как попал в квартиру Мишиных? Дверь чем взломал? Я не взламывал. Я подошел к двери, хотел позвонить в звонок. Она была открыта, но я вошел. Там по всему полу были разбросаны монеты. Я их быстро в портфель побросал и убежал. КОНЕЦ Свою монету нашел? Я в монетах не разбираюсь. Я хотел поехать в Москву и продать их там. Кража? Да какая кража? Он умлек выдурил за копейки. Формально гражданину Мишину претензий быть не может. За монету он заплатил. Про банку меда откуда узнал? Да какой мед? О чем вы? Там просто была разбитая банка. Где был 23 января в 17.00? Так мы лабораторную сдавали. Вся группа была. Спросите. Да, да, спросите. Спросим. Алиби. Да, и в сторонке стоять не мог. Остается одна зацепка. Те, кто пытал Мишина. Коллекционеры пытались купить у него монеты. Не получилось. Наняли бандитов. Коллекционеры люди увлеченные. Но как-то подозрительно быстро сработали. Вы не думаете? Здравствуйте. Доброе утро, гражданин Мишин. Как вы себя сегодня чувствуете? Спасибо, уже лучше. Ну что, мы нашли монеты, пропавшие из вашей квартиры. Спасибо вам огромное спасибо. Но золотой монеты номиналом 37 рублей 50 копеек там не было. Они знали только двое, те, кто пытали. Голос запомнили? Резкий, грубый. Раньше слышали? Не уверен. Разве по телефону. О чем с вами говорил? Да не со мной. Жену позвал, сказал, что ее начальник. Мне показалось. Но вы же понимаете, могут подумать, что совсем рехнулся. По голове ударили. Хорошо. Вот что мы сейчас делаем. Вы назовете Ивана Григорьевича все имена и адреса коллекционеров, которые пытались купить или обменять у вас редкие монеты. Петя! Ой, привет! Держи меня, пока не улетела. Не улетай. Нинка, а поехали ко мне? А вот и начальник. Начальник? У жены Мишина начальник женщины. А этот гремил. Нина Гавриловна, здравствуйте. Здрасте. Что же вы не знакомите нас со своим спутником? А вы кто такие? Что вам нужно от Нины? Милиция. Майор Кожан. О, майоры теперь семьи охраняют. Мы с Ниной взрослые люди. Назовите свою фамилию, гражданин. Савченко. Петр Сергеевич. Где вы были 23 января, приблизительно в 17.00? А, на вокзале. В Москву ехал, в командировку. Кто-то может это подтвердить? Да кто угодно, коллеги. Я заместитель начальника отдела. Да и билет у меня сохранился. Мне за командировку отчитываться надо было. Проверим. И здесь Альбе. Дочитали до показаний любовника и его коллег, которые собирались вместе на вокзале? Да, вот он машины их подбирал. Потом поехал машину ставить гараж и на вокзал уже приехал трамвай. Какой добрый человек. Подождите. Ведь недалеко же от распотрошенной сумочки был найден след протектора машины. Правильно. И отпечаток протектора сохранился. Так. Молодец. Ну что? Отпечаток протектора мы сняли. Теперь нужно машину осматривать. Хорошо. Товарищи понятые, мы будем производить осмотр автомобиля Победа, который принадлежит гражданину Савченко. Будьте внимательны. Клодия Ивановна. Есть фрагмент крови. Вон там, под ковриком. Нинка меня подбила. Но только она не знала, где он монеты прячет. Куда вы монету дели? Нина телефон дала человека в Ленинграде. Ну да, коммунтировка в Москву подвернулась. Нельзя было время терять. Алиби вы себе обеспечили за счет сотрудников? Ну да. Свозил их на вокзал. К пяти часам был в месте, где Мишин с любовницей встречался. Нина это место знала. Они каждый день там встречались. Имя сообщника. На нем ничего не скажу. Вы вступили в сговор с гражданкой Мишиной. Отягощающие обстоятельства. Пусть. Товарища не сдам. Че зырешь, дядя? Нет, ничего. Ну так и вали от седа, если ничего. Да? Да. Да. Что? Иван Григорьевич, приведите. Подвал, в котором его пытали, заранее присмотрели? Да. Да, только не пытал я его. Так, спичками попугал, он сам все и рассказал. Отчего ухался? Быстро и правду. Где монету прячут? Помогите! 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 Орать хочешь? Будешь орать. Монета откуда у вас? Нина позвонил. Нина позвонил, по дороге на вокзал заехал, забрал монету и поехал за коллегой. Нина сказала, так справедливо. Петь, держи. Люблю тебя. Я поехал. Ну пока. Очень. Да вот только что Нина сказала, это мы у нее у самой и спросим. Да-да, задержали ее. Уведите. Проходите. Что? Сдал меня? Красавчик. Нинка, да не знали уже все. Да от тебя ж узнали. Идиот. Присаживайтесь. После того, как вы передали монету Савченко, сами куда поехали? У меня подруга возле вокзала живет. К ней. Ловко вы алиби себе составляли. Участкового специально пригласили. Уходил он из аккуратной квартиры. А вы потом сами все разбомбили. А вы догадливая. В третьей больнице. Какой ужас. Еду. Немедленно еду. Потом, что собирались делать? Деньги есть. Были. Уехать хотели. Жизнь, она той же монетой платит. Так что на судьбу обижаться нечего. Уведите. Уведите. Все сволочи. Ни одного нормального человека. А ведь им почти удалось провернуть операцию. Отомстила жена. Вот и отплатила она мужу той же монетой, получается. Ну, а вы говорите, только любовь платит той же монетой, которую чеканят. Ненависть получается тоже. Все вопросы не ко мне. К стендалю. Ну, к стендалю так к стендалю. Ну, к стендалю так к стендалю так к стендалю.